Здравствуйте! С вами Салтанат Кудайбердеева и вы смотрите программу «Реальная экономика». Страны ЯЭС планируют разрабатывать совместные евразийские туристические маршруты и запустить единый информационный туристический интернет-ресурс. Позволит ли данная инициатива быстрее восстановить сферу туризма после пандемии? И чем Кыргызстан в этом году готов удивить туристов? Искать ответы на эти и другие вопросы мы будем вместе с приглашенным экспертом. У нас сегодня в гостях президент Ассоциации туризма «Шелковый путь» Владимир Комиссаров. Добрый вечер! Здравствуйте! Должны были подойти еще из департамента туризма, но они, как видите, не подошли. Владимир Анатольевич, буквально на днях стало известно, что в рамках стратегии развития Союза до 2025 года странам будут создавать совместные евразийские туристические маршруты и параллельно проработают вопрос о едином информационном центре. Впрочем, давайте мы послушаем кусочек выступления эксперта Евразийской экономической комиссии, а потом продолжим нашу беседу. Хорошо. В стратегии так и записано пункт 10.6. Расширение экономического сотрудничества государств-членов в области туризма и спорта в целях обеспечения доступности современных достижений. В рамках этого направления планируется разрабатывать совместные евразийские туристические маршруты, а также прорабатываться будет с использованием тех возможностей, которые уже есть в соответствующих службах наших государств, единого информационного ресурса о туристических маршрутах и объектах. Важно, на мой взгляд, прежде всего развивать познавательный туризм, который на сегодня является наиболее распространенным, и он зависит не от доходов, а от интересов самого туриста. Здесь туристические поездки, путешествия, походы с целью ознакомления с памятниками природы, истории, культуры, бытом и традициями нашего населения. Здесь есть что посмотреть. Например, успешного развития туристической отрасли в нашем Союзе является деятельность некоторых уникальных музеев, как, например, музей деревянного зодчества «Малые Карелы» в Архангельской области России или специалисты очень рекомендуют музей «Каменный сад» Саймалууташ в Кыргызской республике, например. Такие прекрасные памятники, в том числе под открытым небом, есть и в Казахстане, и в Белоруссии. Не буду их все перечислять. Данная инициатива, она как-то позволит быстрее восстановить сферу туризма после пандемии? Ну, представляется, что без сомнения позволит. И Кыргызстану есть что показать. Единственное, что нужно вот уже сейчас, инфраструктуру этих показов довести до хорошего уровня. Сами озера великолепные, прекрасные, а вот инфраструктуру, ее надо подтягивать. Обслуживание, юрты не очень хорошее, питание не очень отработанное. Вот на этих вопросах сконцентрироваться бы. Честно говоря, мы не очень рассчитываем на дальние зарубежья. Соседние рынки мы как-то ожидаем. Ну вот вообще вы в курсе были того, что есть такая инициатива, что планируется разрабатывать совместные туристические маршруты? Или вы первый раз об этом сейчас? Нет, мы вообще, я об этом слышал в нашем туристском мире, об этом говорят. Но мы-то об этом тоже говорили. Нет, вот именно данная инициатива, она предусмотрена в рамках реализации стратегии развития союза до 2025 года. В разработке данных маршрутов местные компании будут принимать участие? Ну а как же, кто их выполняет? Это местные компании их и будут реализовать и выполнять. Конечно будут. У нас уже готовые программы есть, которые мы... Совместные? Ну как совместные. Программы, которые мы по Кыргызстану реализуем. Как это будет выглядеть, не могли бы немножко рассказать? Я понимаю, что евразийский маршрут, это не значит, что один маршрут протяженный по многим странам Евразии, да, Евразиатского союза. Я вижу, что это рынок общий будет у нас, рынок продаж, потребительский рынок евроазиатский. И мы друг для друга предлагаем свой товар, продукт, турпродукт. То есть это не так, что, допустим, комбинированный тур, который охватывают сразу пять стран? Нет такого? Ну конечно, но это не совсем реально и не совсем интересно. Нет, у нас по Центрально-Азиатскому региону же есть комбинированные туры? Есть, да. У нас туры шелкового пути. Они изначально были и есть. По странам пятерки очень сложно это такое реализовать. Ну, я думаю, что это не очень будет интересно и не очень продаваемое. Даже это будет что-то искусственно придуманное. Вы знаете, мы пробовали, да, где-то на заре развития туризма коммерческого в Кыргызстане, мы пробовали что-то создать такое. Но они не очень продаваемые были. У нас единственное, что осталось от того, это туры шелкового пути. Вот Узбекистан, Кыргызстан, потом дальше в Китай едут. Вот это как-то работало. У меня вообще сомнения есть, что в этой целесообразности. Другой вопрос, что рынок потребительский, евро-азиатский, вот в туристском плане нужно очень хорошо осваивать и продвигать. Если позвольте, я постараюсь позвонить представителям департамента. Я ее раз узнаю, что подразумевается под совместными туристическими маршрутами. Да. Алло, Кьял Абдимиталовна? Да, да. Это вас Салтанат беспокоит, НТС, реальная экономика. Да, 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 Салтанат, здравствуйте. Еще раз, здравствуйте. Да, еще раз, здравствуйте. Жалко, что вы не смогли подойти. Могли бы вы хотя бы по телефону додать комментарий? Вот у нас вопрос такой возник. До дня стало известно, что страны ЕАЭС планируют разрабатывать совместные евразийские туристические маршруты. Вы же в курсе, да, этого? Вы не могли бы пояснить, что именно планируется? Вообще сейчас, значит, активную работу над этим сейчас проводим, да, например, как, я не знаю, возможно, значит, посещение, допустим, вузеев, да, допустим, таких исторически важных туробъектов, допустим, да, чтобы они были как-то вот в одно. То есть сейчас предложение вносим к сторонам, да, которые можно будет в дальнейшем, значит, ну, вместе согласовать и потом уже, значит, внедрить. Возможно, это будет великий шоковый путь, да. Так он же у нас есть, этот маршрут уже. Ну, вы знаете, маршруты могут быть в рамках шокового пути, могут быть они разные. Не только один маршрут и все, да. Допустим, там можно взять регион, допустим, как Узбекистан и связать с нами и с Казахстаном, допустим, да, это будет отдельный турмашрут. Поэтому в этом плане у нас предложений очень много. Речь идет о маршрутах, которые пролегают по территории всех пяти стран, то есть России, Казахстана, Кыргызстана и Армении. В этот маршрут будут входить достопримечательности одновременно пяти стран, да? Вообще, да, вы правы, да. И вы знаете, сейчас я прям не могу сказать, потому что это должно быть опять-таки согласованный какой-нибудь маршрут, да. Мы можем свои предложения дать, например, да. Я считаю, что прямо сейчас я могу сказать, что мы вот, да, даем вот этот маршрут. Я не могу сказать, тем более в рамках... То есть, получается, эта работа сейчас пока на уровне переговоров, обсуждений. Да, да. То есть в этом году, в принципе, можно не ожидать запуска, да, новых маршрутов? Можно в этом году запуститься. В каком году? В этом году, возможно, в этом году, да, мы сможем это все как бы слаженно сообщать, да, все-таки это комплексная работа, сможем выйти на конечный продукт, да. Но опять-таки здесь, возможно, очень много... Комплексная работа, во-первых, и ситуация от ситуации будет зависеть, которая сейчас у нас, не только у нас, а по всему миру, да. Ага, спасибо вам большое. Хорошо. Ага, спасибо. Ну, позиция департамента понятна, они не знают. И видения тоже у них нет. Но вот у нас, у практиков, у нас есть видение. Модули турпродукта, они готовы, они готовы у узбеков, у нас, у казахов, у соседей готовы. Я смотрю рядом, и мы можем объединять. И у нас уже эти модули объединены. Вот шелковый путь по Центральной Азии. Таких программ достаточно много, и мы их реализуем. И вот в данном случае представляется, что проблема не в самом турпродукте, а проблема в продвижении. Вот если интернет-ресурс вот этот заработает, да, заработает информационная часть, тогда да, только в этом проблема будет. Вот у нас 30 лет развивается туристская отрасль, да. И если вы посмотрите на документы развития отрасли, концепции, стратегии, программы развития туризма, то вы увидите, что цели этих документов почти на протяжении всех 30 лет были формирование, не рынка, а формирование туруслуг, формирование продукта, инфраструктуры. Это были цели. А цели формирования потребительского рынка, ее не было никогда. Вот почему у нас туризм в Кыргызстане так слабо развивается? Потому что дисбаланс между формированием рынка услуг и потребительским рынком. Чтобы нормально развивалось, надо совместно эти рынки развивать, потребительский рынок и рынок услуг. У нас получается так, что рынок услуг создан, но никто не покупает. Покупают, но очень мало. Это причина того, что у нас туризм тормозится. Должен быть баланс в развитии. Кто должен заниматься продвижением департамент, частные компании туристические? Вообще продвижением должны заниматься и государства, и частные компании. Но государство занимается продвижением страны, продвижением Кыргызстана как страны туризма. А частные предприниматели, они продвигают свой турпродукт, товар. Ни один частный предприниматель не будет продвигать страну, вкладывать деньги в продвижение страны. Так, а сейчас в чем? Частный предприниматель опосредованно страну продвигает, продвигая свой турпродукт, свою программу. А сейчас надо объединить, будет одновременно, надо, чтобы продавался страна, продавалась как страна туризма, и турпродукт следует. Вот этим сейчас прямо надо срочно заняться департаменту, чтобы скоординировать работу государственных органов и частников туркомпаний. У департамента сейчас, как вы думаете, есть реальный план восстановления сферы туризма? Да нету такого плана, реального плана нет. Вот они сейчас готовятся, разрабатываются концепции программы постковидного развития туризма, даже не развития, а восстановления туризма. Но я не вижу этой программы, нету ее. Вот у нас, нам предлагают, дайте ваши предложения. Ну, мы что-то стараемся давать. В этом году эксперты прогнозируют, по всему миру прям развернется беспощадная борьба за зарубежных туристов. Страны будут предлагать самые разные акции, скидки, интересные мероприятия и так далее. То есть задача номер один у всех стран будет заключаться в том, чтобы работать не на прибыль, а на имидж страны. У нас уже готовые туры от бюджетных, самых дешевых, до хорошим, с хорошим уровнем и дорогие туры. Они у нас и были, и есть они. И они предлагаются. Вся проблема в том, что донести как? Как донести? Кто будет доносить все это? Вот вы знаете, последний год, два года, не 20-й год, а вот 19-й год, вот система работы хорошо себя показала. Вот работа блогеров, продвижение с их помощью Кыргызстана. В этом направлении опять надо продолжать работать. Речь сегодня должна более глубже идти о евроазиатском пространстве. И нам подумать, каким образом инструменты продвижения на евроазиатском пространстве. И с турагентствами евроазиатскими, туроператором, нам надо хорошо работать, работу координировать. И вот если вот этот единый информационный портал будет запущен, ну мало запущен, если он еще и продвинут будет, ну это будет здорово. Только времени на это нет у нас уже. Его если формировать, это надо вот в течение одного-двух месяцев сформировать, а потом и продвинуть. Это реально, если есть на это деньги и если есть желание. Если это займется евроазиатское сообщество, наверное будет продвинуто. Но если это мы займемся, вот сейчас в нашей неразберихе, то у меня сомнения огромные, что мы что-то успеем сделать. Чем туристические компании в этом году готовы удивлять туристов? Какие новые турпродукты появятся уже в этом году? Да новых не появится как таковых. Новых не будет? У нас уже достаточно отработано все. Нет, новые будут, конечно, но не в каком-то таком большом масштабе. Спустя несколько месяцев уже начало летнего турсезона. Какая готовность? Да готовность такая же, как каждый год. Единственное, что у нас, знаете, вот турфирмы, туроператоры, они сейчас потеряли много персонала. И часть персонала, она уже не восстановится. Они уже ушли, разошлись куда-то где-то. Кто-то уехал, кто-то где-то нашел. Конечно, отрасль, вот год, может быть, полтора, то и два, она будет восстанавливаться. И сложности там какие-то будут. Кто смог сохранить фирмы, костяк кадров, ну, тем полегче будет. Если брать внешний рынок, иностранцы сейчас записываются? Записываются, идут брони. Но я вам скажу так, что на сегодняшний день, вот у нас у некоторых фирм, некоторые фирмы уже на протяжении 10 лет ведут статистику бронирования. Вот от нового года, сколько новых брони поступает. И каждый месяц фиксируем эти вот брони, да. И вот у нас сейчас, наверное, раз в пять меньше заявок из дальнего зарубежья. Но все-таки есть заявки. Заявки есть, да. И гораздо больше заявок на приключенческие туры. Зимний турсизон завершается. Какую бы оценку дали? Как в целом он прошел? Многие горнолыжные базы не работали в полном объеме, потому что снегу мало было. Этот сезон, я сам же не занимаюсь этим бизнесом, но вот общаемся с горнолыжными базами. У них, конечно, падение достаточно серьезное. Давайте тогда будем подводить итоги нашего обсуждения, Владимир Анатольевич. Как вы думаете, да, вот по вашим прогнозам, когда рынок туризма сможет восстановиться вот до прежнего уровня, который был до пандемии, так скажем? Да, когда мировая экономика восстановится и рынок туризма тоже восстановится. То есть, когда у людей появятся деньги свободные, те же деньги, которые были до того, и люди опять начнут так же ездить. Вот у меня такая житейско-бытовое ожидание, что это будет в течение трех лет, наверное, где-то. Вы знаете, вот говорят многие, вот надо поддержать отрасль, надо помочь фирмам. Вы знаете, вот если государственный подход, там по-другому. Как только государство поможет создать спрос, то все поднимутся моментально фирмы, быстро поднимутся, вернутся к своему, смогут обслужить. А вот кто, кому это продвинуть надо? Это надо только с помощью государства. Государство обращается к помощникам, кто дает денежки, да? Помощники нам помогают, доноры. Я не думаю, что у государства сейчас есть свободные деньги, чтобы туризм продвигать. Я думаю, что вообще-то успеть можно, да, вот за два месяца активизировать какие-то инструменты продвижения. Вот на евроазиатском пространстве. И я думаю, что вот евроазиатское пространство может сработать. Дальнее зарубежье, надежды вообще у нас мало. А вот наше ближайшее окружение все-таки может, во-первых, наше ближайшее окружение не поедет далеко, а ему бы куда-нибудь поближе здесь. Во-вторых, у нас достаточно хорошие коммуникации. Много авиарейсов на евроазиатскую территорию и авиарейсы, и жизнедорожное сообщение. И потом здесь дешевле же будет это все. Владимир Анатольевич, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. А я напомню нашим зрителям, у нас сегодня в гостях был президент Ассоциации туризма «Шелковый путь» Владимир Комиссаров. Спасибо вам, что вы эти вопросы поднимаете. Всего вам доброго. А с вами была Салтанат Кудайбердеева, и вы смотрели программу «Реальная экономика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин